Итоги недели подведем сегодня вместе. Выдалась она насыщенной на разного рода события. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Весна, а теперь уже и лето не радует погодой. Дожди шли практически всю неделю спасатели дают неблагоприятные прогнозы в выходные. Грозы, сильные ливневые дожди, граж, шквалистый ветер ожидаются в крае. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность. Быть особо внимательными в такую погоду должны и автовладельцы. Ураганный ветер обрушился на краевую столицу в четверг. Тогда же случилась первая июньская гроза. Впоследствия внушительные. Падали деревья, пострадало семь автомобилей. Травмы получили и люди. В парке Изумрудный дерево рухнуло после удара молнии. Как сообщает пресс-служба, регионального следкома пострадала 17-летняя девушка. Ее с травмой позвоночника доставили в больницу. Проверку проводит и прокуратура. А вот ситуация с паводком в крае стабилизировалась. Об этом заявили в Краевом управлении МЧС. На прошлой неделе критическую отметку большая вода преодолела в нескольких точках региона. Так-Опь в районе Барнаул достигала 582 сантиметров при критических 560. Вода зашла на 100 приусадебных участков. Уровень подтопления местами превышали также реки Катуни, Чирыш. Всего в мае были частично затоплены 154 приусадебных и 35 дачных участков в семи населенных пунктах в шести муниципальных образований. Везде обошлось без подтоплений жилых домов. Ситуация с паводком постепенно стабилизируется и можно сказать, что регион в этом году довольно спокойно пережил вторую волну паводка в отличие от первой. Продолжим. На этой неделе в Калманском районном суде прошло первое слушание по делу о предполагаемом политеховском маньяке Виталии Манишине. Его обвиняют в серии убийств 11 девушек и женщин с 89 по 2000 годы. Как прошло заседание, какой вердикт вынесла судья и какие дела еще рассмотрел суд касательно бывшего заместителя главы района, расскажет Данил Кузнецов. Подчелканье фотоаппаратов свыше десятка журналистов ожидали предполагаемого политеховского маньяка Виталия Манишина в коридоре Калманского районного суда. Его подозревают в убийстве 11 девушек и женщин в 89, а также 99 и 2000 годах. Напомним, обвиняемого задержали еще в 2023. Более года он находился в СИЗО. И вот, наконец, дело дошло до рассмотрения по существу. Калманский суд выбран не случайно, ведь именно в этом районе Виталий Манишин работал заместителем главы. Решал вопросы газификации и ЖКХ. Что касается самого заседания, оно было открытым, несмотря на попытки стороны защиты удалить СМИ. В ходе заседания также мельком подняли тему других гражданских дел, в которых фигурировал Манишин. Суд рассмотрел и это. Предположительно, речь идет о процессах, касающихся долгов. Например, в 2012 году на человека с такой же фамилией и инициалами подали иск касательно взыскания займа и процентов по нему. Должу до сведения участников процесса, что судом под председательством судей Федоровой рассматривалось два пражданского отдела, в которых Манишин Виталий Егорович выступал ответчиком. Кроме того, судом были в данном составе рассматриваны гражданские дела по искам администрации Калманского района Алтайского края, а также где администрация Калманского района Алтайского края выступал ответчиками. В качестве исполнителя ответа на запроса в том числе был указан Манишин Виталий Егорович. Виталий Манишин на заседании вел себя спокойно, пряча лицо за капюшоном и ограничиваясь короткими безропотными ответами. Более того, даже сам согласился на продление его заключения под стражей. Кунтами АК в части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководство статьями 228-255 Уголовного кодекса Российской Федерации, постановило меру пресечения в отношении Манишина Виталий Егорович, 10 ноября 1970 года рождения, оставить прежнее в виде заключения под стражей и продлить ее на 6 месяцев со дня поступления в Уголовное дело суд, то есть по 21 ноября 2024 года включительно. Следующее заседание о деле предполагаемого политеховского маньяка планируют провести 17 июня. В этот раз оно будет закрытым. Между тем, следователи все еще предполагают, что Манишин может быть причастен и к другим убийствам. Поэтому проверки продолжаются. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. А бывшего вице-мэра Антона Шиломенцева, обвиняемого во взяточничестве, оставили под стражей решение о продлении ареста экс-чиновника, в отношении которого расследование еще идет, принял Индустриальный районный суд Барнаула. Напомним, экс-заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2020 году чиновник через посредника получил взятку в 2 миллиона рублей от одного из барнаульских перевозчиков. По данным правоохранителя, эти деньги якобы должны были обеспечить общее покровительство предприятиям, принадлежащим предпринимателю. По версии следствия, взяткодателем мог выступить известный в Барнауле перевозчик Олег Бесчастный. Он находится под домашним арестом. А Шиломенцеву суд еще в январе этого года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Арест в очередной раз продлили. Бывший вице-мэр останется под стражей до 9 июля. Уже 350 штрафов вынесли самокатчикам Барнаула. И это начиная с 1 апреля. Для сравнения, за весь прошлый сезон в городе оштрафовали 600 жителей. Штрафов может стать еще больше. 10 июня в Барнауле появится зона, на которой будет запрещено движение сим-средств индивидуальной мобильности. Подробнее в сюжете. За сим и кончим. Сим-средства индивидуальной мобильности с 10 июня здесь будут под запретом. От проспекта Социалистического до Ленинского появятся дорожные знаки, ограничивающие движение на электросамокатах. Такое решение вынесли в администрации города. Компании кикшеринговые, которые предоставляют прокат данных транспортных средств, точнее симов, они будут ограничивать движение на 100% самокат и здесь будут неактивными. Для лиц, которые пользуются частными электросамокатами, будет действовать действие данных знаков и, соответственно, если они будут заезжать, будет административная ответственность в виде штрафа 800 рублей. Кроме того, сотрудники ГИБДД будут проводить рейды. В Барнауле сегодня это первая зона, где самокатчикам путь заказан. Но не исключено, что список таких мест будет расширен. Статистика ДТП с участием самокатов неутешительна. С 1 апреля в Барнауле уже произошло 29 аварий. А в прошлом году за весь сезон всего 4. Одна из главных причин ДТП – самокатчики не спешиваются. Да и в темноте часто наезжают на препятствия. Такие ситуации тоже фиксируются как ДТП. Здесь-то, конечно, это пешеходная улица, тут хочется погулять спокойно, а не уворачиваться от самокатчика. А вот вам, когда вы катаетесь на самокате, где комфортнее всего кататься, чтобы не создавать каких-то аварийных ситуаций? Велодорожки – это самое банальное место, там и народу обычно не ходит. Нам нужно сделать какой-то просто паркинг для самокатчиков, и пусть они там катаются, веселятся, подпрыгивают, переворачиваются и оставить в покое автомобилистов и пешеходов. Напомним, сегодня в городе действует свод правил, написанный синяками, ушибами и серьезными травмами. Передвигаться на одном самокате вдвоем запрещено. Несовершеннолетние до 14 лет могут ездить только в сопровождении взрослых. Также в местах массового скопления людей скорость СИМ ограничена до 15 км в час. Нарушителей уже штрафуют. Процедура проходит стандартно, как и с автомобилями. Экипаж дает предупреждение в СГУ и говорит об остановке средств индивидуальной мобильности. После чего берутся данные, уточняются все сведения и привлекаются к ответственности. При этом записывается номер электросамоката для того, чтобы передать в компанию. С начала сезона в Барнауле уже вынесено более 350 штрафов для пользователей СИМ. Для сравнения, за весь прошлый сезон было 600. Бороться с редкими лихачами будут радикально. Если сотрудник госавтоинспекции выявил правонарушение, он направляет информацию в кикшеринговую компанию. Сначала это предупреждение. При повторном нарушении пользователя блокируют навсегда. Такая судьба постигла уже шесть жителей Барнаула. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Вернемся к погодным капризам. Жители лета пока не балуют, но дачники и фермеры и вовсе вынуждены принимать разного рода меры, чтобы минимизировать потери урожая. Какие меры и что прогнозируют синоптики на ближайшие дни, знает Валентина Аскерова. Для развития овощей и ягод нужна оптимальная температура от 15 до 28 градусов тепла. Температурного комфорта будущие дары земли были лишены. Прошлую неделю Алтайский край находился в плену дождей и заморозков. В некоторых районах температура опускалась до минус 2 градусов. Растения, конечно, не умрут, они дадут урожай. Но урожай будет не такой великий, а будет такой средненький. Ну вот приведу пример. Семена произрастают, прорастают в почве при 12 градусах и выше. Если мы с вами наблюдаем вот последние недели ночные или дневные температуры 4, 6, 9 градусов, то можно здесь говорить о плохом самочувствии наших растений, рассады, семян. В теплицах ситуация лучше. Благодаря укрывному материалу получается сохранять оптимальную температуру. Поэтому урожай садовод получит гарантированно, отчего не скажешь о посадках на открытом грунте. У каждого садовода есть свой метод спасения и повышения урожайности. Например, широкое применение укрывных материалов. Лутросил или спонбонд – это такой нетканный материал, который гарантированно повышает температуру и создает благоприятные условия для развития. Пусть это будут томаты, помидоры, огурцы. Что касается посевной компании, то аграрии говорят, дожди в нее внесли свои коррективы, сдвинув на целую неделю. Неделя задержки, плюс сегодня с обеда только до вработать. Вот в подобных условиях это влияет. Влаги много. Не сказать, что это плохо, но и избыток ее тоже нехорошо. Работать не дают, агрегаты не идут, трактора буксуют. Насколько непогода скажется на урожайности, пока сложно судить, говорят фермеры. Все зависит от дальнейшей благосклонности небесной канцелярии. А между тем, в ближайшие дни синоптики вновь прогнозируют непогоду. Дожди, местами сгрозами, усилением ветра до 15-18 метров в секунду ожидаются в большинстве дней недели. Температура ночью составит плюс 7, плюс 14, местами до плюс 3, плюс 5 градусов. 5 июня на всей территории края от 3 до 8 градусов тепла. Это наиболее холодная ночь на этой неделе будет. Во второй половине недели ночные температуры будут не столь суровыми. Повысятся до плюс 10-17 градусов. А ближе к выходным Алтайский край накроет долгожданная волна тепла. Температура поднимется до 28, а местами даже до 32 градусов. А это значит, что шансы на урожай еще не потеряны. Валентина Аскерова, День с толком. То, о чем говорили несколько месяцев, свершилось. В четверг депутаты АКЗС приняли решение. Теперь с 1 сентября алкоголь в Алтайском крае будут продавать до 10 вечера. Законопроект стал одним из самых резонансных и вызвал немало споров. Наряду с законом об обращении с животными, где есть пункт об усыплении бродячих собак. О горячих дискуссиях депутатов расскажет Данил Кузнецов. Примерно на таких тонах общались депутаты АКЗС во время дискуссий о законопроекте по обращению с животными. Самым обсуждаемым пунктом стала эвтаназия беспризорных хвостатых. Среди причин для процедуры немотивированная агрессия и неизлечимая болезнь. На некоторое время парламент превратился в поле боя между социалистами и коммунистами. Вот сегодня вы поубиваете всех, которые у нас бездомные животные. А пройдет осенне-летний период и садоводы выкинут еще больше. Потому что они ими попользуются, пока они поохраняют их дачи. А потом они их выкинут осенью и мы получим то же самое. Законопроект проходит первое чтение и идет дальше на доработку. Пунктов в нем немало. Среди них есть и неоспоримо полезные. Например, обязательное чипирование за счет хозяев и регистрация домашних животных. Что касается эвтаназии, ее вряд ли уберут. Даже несмотря на протесты зоозащитников. На стороне противников бродячих четвероногих поддержка муниципалитетов и статистика. Если в 2021 году обратилось людей с покусами, 1941 человек, то уже за 2023 год обратилось 2345 человек. То есть мы видим рост. Между первым и вторым перерыв был небольшим. Речь о чтениях комплексного законопроекта касательно продажи алкоголя в Алтайском крае. С 1 сентября спиртное во всех торговых точках региона будут продавать до 10 вечера. После этого времени купить крепкие напитки можно будет лишь в кафе и ресторанах. По словам законодателей, это поможет снизить число контрафакта и увеличить поступление в бюджет края. Так вот слили наливайки, которым теперь придется становиться магазинами и терять либо покупателей, либо прибыль из-за акцизов. Изначально предлагалось 23 часа. И все склонялись к этой цифре. Но когда мы посмотрели практики других субъектов, когда прошло большое совещание в Государственной Думе с подключением всех субъектов, то все-таки еще раз был сделан акцент на закон о тишине. Закон о тишине у нас начинает работать с 22 часов в Алтайском крае. Счастливые часов не наблюдают. Но к депутатам такое изречение вряд ли подходит. Поскольку споры по поводу времени продажи были горячими. Или скорее горячительными. Кто-то крепко настаивал оставить ситуацию как есть и торговать до 9 вечера. Другие же предлагали продление до 23.00. За что получили высказывания от коллег. Я считаю, что здесь в этом законе уши лоббистов торчат. Откровенный лоббизм тех компаний, которым выгодно, чтобы продлилось на час. После спорного алкоголя депутаты обратились к медикам. Точнее, написали обращение в правительство Российской Федерации по поводу увеличения социальных выплат работникам неотложной помощи. Врачам предлагают поднять их до 50 тысяч рублей. Фельдшерам до 30. Водителям выдавать по 15. Таким образом, планируется уравнять льготы работников скорых с простыми сотрудниками медучреждений. Но скоро ли для скорых такое решение примут, остается загадкой. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Нарушения на 11 миллиардов бюджетных рублей зафиксировали в Алтайском крае по результатам проверок в 2023 году. Об этом на заседании сессии с депутатами поделился председатель счетной палаты региона. Виктор Миненок рассказал, что беспокоит больше всего. 183 объекта были подвергнуты контролю. Это разнообразно. Это социальная сфера, это и наши дорожные предприятия, это и спорткомплекс «Обь». И даже сейчас я не вспомню еще, но что-то там еще было. Соответственно, то, что касается традиционного вопроса относительно суммы выявленных нарушений, это порядка 11 миллиардов рублей. Львиная часть этих нарушений традиционно носит процедурный характер, то есть связано 40% нарушений, это нарушения в области бухгалтерского учета и составления отчетности, порядка 30% нарушений, это нарушения, связанные с формированием, исполнением бюджетов. Это тоже, как правило, процедурное нарушение. Но вместе там нарушения в сфере закупок порядка 12%, ну и неэффективные расходы около 10%. Соответственно, были нарушения, которые с нашей точки зрения требовали реакции органов правоохранительных. Мы порядка 100 своих материалов из 115 возможных направили в органы прокуратуры. Соответственно, оценка правовая всем материалам дается, по ряду материалов проводятся доследственные проверки, вызывает опасения и тревогу то, что за последние три года только 23 бюджета муниципальных образований были комплексно проверены. Соответственно, большая часть бюджета муниципальных образований не проверялась 5, 6, 7 и более лет. Соответственно, мы проверили 4 бюджета комплексно в прошлом году. Это Алтайский район, Целинный район, Залесовский район, город Олейск. Вот в городе Олейске ситуация благоприятная. Почему? Потому что город Олейск регулярно проверяет. Почему его регулярно проверяют? Потому что глава города Олейска сам инициирует эти проверки. Оставшихся трех муниципальных образований проверок не было достаточно длительный период времени. И сумма там выявленных нарушений, она измеряется миллиардами рублей. К другой теме. Три скоростных поезда без пересадочного движения хотят запустить в ближайшие годы между Барнаулом и Новосибирском. Первый – «Восток», который создают на базе «Ласточки» уже в 2025-м. А в этом году планируют сделать ежедневным скорый поезд до Славгорода «Степной экспресс». О развитии железнодорожного сообщения в Крае рассказал во время пресс-конференции министр транспорта Антон Воронов. Скорый поезд, который связал Барнаул с Новосибирском, обещают запустить вот уже как 10 лет. Но то санкции, то другие причины не позволяли исполниться мечтам тысяч пассажиров. Однако долгожданное событие, заверяет министр транспорта Края, скоро все же случится. В 2025 году, пусть уже не «Ласточка», но скоростной беспересадочный «Восток» начнет таки курсировать между столицами двух регионов. А в целом планы по развитию данного направления еще амбициознее. В планах три поезда двухсистемных, то есть беспересадочное движение в Новосибирскую область. Пока все так. Еще одно важное событие ближайшего времени – ежедневный выпуск на линию «Степного экспресса». Скорый поезд между Барнаулом и Славгородом запустили в конце 2022-го. Полтора года работы показали – это направление весьма востребовано. Покупка пассажироперевозящей компании восьми новых вагонов позволит увеличить трафик «Степного экспресса». Во втором полугодии он начнет ходить ежедневно. Очень популярное направление, развивается активно. Думаем, что в скором времени при поступлении еще новых поездов перейдут на ежедневный режим. Запрос такой от населения и от муниципалитетов есть. Пассажиропоток на железнодорожном транспорте в крае не меньше семи миллионов человек в год. Причем цифра растет. В обновление передвижного состава вкладывают миллиарды рублей. Так, в этом году ожидается поставка двух электропоездов и восьми пассажирских вагонов. Важное событие межрегионального масштаба произошло на этой неделе. В самом ее начале ушел в отставку губернатор соседнего с нами региона, Республики Алтай. Практически сразу на его место был назначен исполняющий обязанности. Им стал Андрей Турчак, который до этого занимал должность первого заместителя председателя Совета Федерации России. О перестановках, их влиянии на наш регион и о вероятности объединения двух Алтаев моя коллега Елена Макаренко говорила с политологами Константином Лукиным и Юрием Чернышевым. Отставка Олега Харахордина была неожиданностью для вас или это скорее закономерное событие? Отставка произошла очень неожиданно. Еще месяц назад точно ничего не предвещало. У Олега Леонидовича не было каких-то там больших провалов, за которые стоило бы его убирать. При том, что и к выборам у него было готово все. Здесь одновременно же с выборами главы еще и выборы в Курултай. При этом показатели работы Харахордина были достаточно хорошие. И поэтому все-таки момент отставки связан как раз с перестановками на федеральных уровнях власти всевозможных. Именно поэтому ему предложат какую-то другую работу, ему пришлось уйти в отставку. Вообще это спонтанное решение. Я разбирал разные версии, смотрел. И получается, что это стечение обстоятельств сразу для нескольких человек одновременно. Это решение оказалось неожиданным. Харахордин, по некоторым данным, уже начинал готовиться к избирательной кампании следующей. То есть он тоже не ждал отставки. Что произошло? Не буду в разные версии, так сказать, бездоказательно вникать. Там могут быть и события конкретные. Вот, кстати, пожар был в Ангудайском районе накануне. Для Харахордина не очень, наверное, хорошее событие. По Турчаку говорят, что он проявил там, может быть, лишнюю активность в Санкт-Петербурге. Может быть, надеясь пройти в губернаторы и так далее. Плюсы и минусы Олега Харахордина на посту главы республики? Плюсом точно можно отнести развитие туристической отрасли в регионе. Зашло несколько и реализуются несколько больших инвестиционных проектов. Достаточно крупные игроки. Тот же Сбербанк в Манджарке. На самом деле и РЖД здесь реализует несколько проектов. Ну и достаточно много частных инвестиций. Еще одним большим плюсом – это, в принципе, увеличение инвестиций в республику Алтай вообще. Если говорить о республике Алтай, то отзывы о Харахордине разные. В основном говорят, что достаточно спокойный был период губернаторства. Что-то делалось, что-то не делалось. И в то же время подсподно чувствуется некоторое недовольство местных жителей тем, что он был все-таки не местный, а там этому придает большое значение. И второе – то, что при нем довольно много земель было скуплено москвичами, как говорят местные жители. Их это тоже, конечно, настораживает, потому что они не чувствуют себя хозяевами на собственной земле, скажем так. Что касаемо назначения Турчака, исполняющего обязанности главы Горного Алтая, многие эксперты, уже оценивая СМИ, трактуют это назначение по-разному. Одни считают, что это своего рода карьерное понижение, другие считают, что это довольно перспективное предложение. Вот ваше мнение на этот счет? Я скорее увязываю это с какими-то глобальными задачами, которые по силу решить только в фигуре такого масштаба. Первое и самое основное – это вообще, в принципе, запуск товарооборота с Китаем. У республики Алтай достаточно уникальное географическое положение, он граничит с четырьмя государствами. Но при этом это еще и самый короткий торговый путь на Китай через Монголию. И вот для решения этой задачи действительно требуется в первую очередь и консолидация всех усилий, всех ветвей власти, межведомственных взаимоотношений, и республиканско-федерального уровня, и рядом близлежащих территорий. И при этом это еще должна быть и фигура, с которой власти Китая будут общаться, потому что это еще и внешнеполитическая деятельность. Для нюйгурский автономный округ в Китае считается и достаточно проблемным для самого Китая, и он удален от дорог логистически внутри Китая, то есть это внутри Китая тупик. И здесь, конечно, то, что это огромный рынок в первую очередь для сельхозпроизводителей по Сибири, в принципе, Алтайский край, Новосибирская область, это намного выгоднее, чем это продовольствие через всю Россию везти, либо на порты, на восток, либо на запад. Вот версии по поводу Турчака, они среди экспертов две, собственно, версии. Одна это в кавычках ссылка, другая в кавычках особая миссия. Вообще-то они друг друга не исключают эти версии. Мне кажется, они соединились. То есть Турчак за что-то, так сказать, на смену пошел Харахордину, но у него есть определенное предназначение. Можно предположить, какое. То есть если, ну тут две версии, опять же, развилка. То есть одна версия это слияние двух Алтаев, о чем говорят уже много-много лет. И вторая версия, другая, это развитие контактов с Китаем через Республику Алтай, строительство железной дороги. Кстати, Харахордин в свое время отказался категорически проводить железную дорогу через Республику Алтай, потому что он говорил, что это экологически чистый регион. Здесь население сохранило традиционный уклад жизни. Ну это такой уголок, который нельзя трогать цивилизации, надо его сохранить. Вот у него была такая позиция. Может быть, и вот в этом направлении Турчак будет работать. Он может разговаривать напрямую со Сбербанком там, который очень большие позиции, имеет хорошие позиции в Республике Алтай. Может даже и на президента выйти. Хотя тоже многие обратили внимание, ну как бы уже как в византийском дворе, так сказать, по приметам судят, вот президент очно не встретился ни с тем, ни с другим. То есть, ну это вот такое спонтанное решение. Вот помимо, скажем так, курса на Китай, с какими еще вопросами Андрей Турчак может вот зайти в регион? Какая повестка сейчас ждет? Основное внимание к развитию туристической отрасли. И, собственно говоря, здесь надо будет ему и продолжать то, что делалось при Олеге Харахордине. Но при этом мы, видимо, явно будем увидеть какие-то еще дополнительные большие проекты. Нужно еще пройти выборы. Вот я посмотрел предыдущие выборы, когда Харахордин таким же образом был парашютирован туда. В 2019 году он набрал меньше 60%. То есть, 31% даже больше набрал Ромашкин, представитель КПРФ. То есть, там вот местное население таким образом выражало все-таки свою позицию. Ну и мне кажется, что было бы все-таки лучше, если бы процедура выборов была соблюдена, чтобы была легитимная там власть, и чтобы все-таки все это на пользу пошло, все эти перемены. Как назначение Андрея Турчака может повлиять на Алтайский край? Вот многие говорят о возможной перспективе слияния двух Алтаев. Что можете сказать на этот счет? Тема слияния будет действительно неоднократно подниматься, но я не думаю, что это вот какая-то ближнесрочная перспектива. То, что слияние, безусловно, будет, я считаю, так оно и будет. Но для того, чтобы это прошло как можно более безболезненно, необходимо очень много лет, чтобы к этому подготовить. И вряд ли раньше, чем за пять лет, можно будет попробовать подготовить жителей к вот такому объединению. Мне бы очень хотелось надеяться, что все-таки у нас будут появляться совместные проекты. То, о чем многие экономисты говорят, Большой Алтай, проекты Большого Алтая. Хотелось бы вопросы межрегионального сотрудничества, чтобы в том числе вышли на новый уровень. Потому что взять, например, строительство моста сейчас в районе села Платова, как раз с одного берега Катуни, республика Алтай, второй берег, Алтайский край. Так вот, чтобы построить там мост, необходимо провести двойное согласование, двойные экспертизы и разные нормативы, нормативы, промывая базу в регионах. Это затягивает сроки, страдают люди. Чем ближе будут взаимоотношения регионов, тем быстрее будут реализовываться совместные проекты, которые на самом деле будут приносить пользу жителям всех субъектов. Это относится и Кузбасс, и Новосибирск в ситуации с республикой Алтай. Вот этот маленький регион, мне кажется, лучше не трогать никакими слияниями, потому что они уже оценили вот этот свой статус, поняли, что им лучше всего так развиваться и лучше, чтобы они сохранили свою самобытность. То есть это и с точки зрения природы прекрасный уголок, и уникально то, что сохранилась культура. Традиционная культура алтайского народа, плюс там огромное количество археологических памятников и так далее. То есть надо сохранить этот уголок, потому что уже на планете Земля не так много осталось таких уголков. Моя-то рекомендация была бы все-таки разговор об объединении закрыть навсегда, потому что они вредят развитию. Люди не могут планировать будущее, понимаете. То есть либо одна ситуация, либо другая. Там еще и Кемеровская область приплетают как вариант объединения и так далее. Но это все мешает планировать на долгие годы развитие регионов. А для Алтайского края последствия, если Турчак будет работать не по варианту слияния регионов, мне кажется, это было бы рискованным шагом все-таки. А по варианту продвижения бизнеса московского, развития контактов через плато УКОК, хотя тоже это охраняемая территория, и там не стоит все это трогать. Но если, ну просто сейчас, конечно, это логично, у нас Китай остался главным партнером, и самый короткий путь лежит вот именно через эти 50 километров границы, которые в республике Алтай находится. Хотя гораздо проще, мне кажется, было бы все-таки через Казахстан, просто через Алтайский край и Казахстан развивать контакты с Китаем. Продолжим. Жители Алтайского края начали привыкать к высоким ценам на отдых. К такому мнению приходят в турагентствах. Несмотря на то, что путевки в тот же Таиланд стоят в разы дороже, чем в допандемийное время, люди копят деньги или летят в рассрочку. Какое туристическое направление сейчас наиболее привлекательно у жителей региона, расскажем в сюжете. Туроператоры советуют ускориться, если вы планируете летний отпуск. Пока еще есть хорошие тарифы, отели. Большим спросом у жителей Алтайского края пользуются Черное море. Сочи, Абхазия. Несмотря на то, что объективно уже подорожали билеты и в отели, и у авиакомпании, туроператор, который сформировал туристические пакеты с вылетом из Барнаула, заранее выкупил блоки мест в отелях и у авиакомпании. И поэтому с вылетом из Барнаула сейчас есть выгодные цены, особенно на июнь, начало июля и сентябрь. Например, в Абхазию гостевой дом на неделю стоит от 40 тысяч на человека. Сюда уже входит перелет, трансфер, проживание и трехразовое питание. Как всегда, из соседнего Новосибирска вариантов больше. Есть туров Таиланд, Египет, Эмираты и не только. Накануне из Красноярска появились вылеты на остров Хайнань. Ранее прямые рейсы туда были только из Москвы. И все же самый популярный маршрут у жителей края – Турция. И это единственное зарубежное направление из Барнаула на данный момент. На многие варианты позиции цена практически не выросла, если мы будем говорить в рублевом эквиваленте. Но мы должны понимать, что в Турции за год, за последний, произошла очень большая инфляция. Поэтому мы можем даже говорить о том, что цены на отдых в Турции снизились. Именно из-за того, что они нам продают, нам путевки уже по цене дешевле, по их стоимости дешевле, чем это было в прошлом году. То есть снижения цен нет, но и нет резкого скачка. В начале лета у нас цены будут начинаться где-то, если мы говорим с Новосибирской вылеты, дней на 10, где-то от 50 тысяч на человека. К концу сезона, то есть август самый пик, это будет где-то от 70-75 на человека. Из Барнаула же цены повыше. Из Барнаула начинаются в июне от 70 и уже к августу растут до 1080-85. Из Барнаула традиционно можно вылететь туром в Казань, Санкт-Петербург, хоть на неделю, хоть на три дня. Также есть интересные программы, когда за одно путешествие можно посетить два курорта. Например, Барнаул, Казань, Махачкала, Дагестан. Причем у Дагестана не только отличные экскурсионные возможности, еще и можно отдохнуть на теплом Каспийском море. Или, например, Барнаул, Казань, Калининград. Барнаул, Казань, Грозный. Не исключено, что в ближайшем будущем из Барнаула можно будет улететь в Минск. А к зиме, скорее всего, вернется Таиланд. Первые вылеты из Барнаула в этом году показали, что жители края соскучились по этому направлению. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok